В Чебоксарах стартовал форум RelavExpert 2021. На три дня республика стала площадкой для обмена инновационными решениями почти 300 компаний электротехнического кластера. Традиция надежности и инновации. Тренд шестой международной научно-практической конференции. В одном месте собрались ведущие производители и потребители электротехнического оборудования. На форуме представлено достижение промышленности в области релейной защиты и автоматизации, в том числе и наших шести предприятий. В основе новых разработок инновационной идеи местных кулибинах. Вот это наши разработки, то есть это программа, технический комплекс, это электронное устройство, сложнейшее, причем очень сложнейшее, очень интеллектуальное. На выставку RelavExpert 2021 приехали представители почти 300 компаний. Все они в той или иной мере разрабатывают, проектируют и производят комплексы специальных устройств для контроля и безаварийного управления объектов промышленности и энергетики. Цифровая трансформация дает большую экономию бюджета. То есть два терминала, вот как раз на мнимосхеме показано, что они защищают отдельно свою половинку подстанции. И с сервера времени коммутаторы, они позволяют все это дело привести в цифры. Это решение, оно процентов на 20 дешевле, чем классическое решение, классическое исполнение релейной защиты для типовой подстанции, скажем так. Вместо того, чтобы стоять много шкафов и терминалов. Еще и дешевле. И дешевле, да. То есть для городской застройки, допустим, там где ограничено это, вот самое то, что надо. Многие компании уже работают в тандеме, другие прощупывают почву. Интерес взаимный. Наши здесь именно софт, программное обеспечение. Инженерное обеспечение. То есть это мозги, управление, программное обеспечение, все это реализовано и сделано предприятиями кластерами. Для экспорта нам придется продолжать ориентироваться на мировую практику и на мировые компоненты. Речь зашла и о модернизации опорных лабораторий. По мнению экспертов, это ускорит процесс международной сертификации. Цифровизация энергетики идет в республике быстрыми темпами, считает заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. Сегодня почти 8-10% продукции на международном рынке это продукция российского производителя. Причем это честная конкуренция. В Чувашии сегодня действительно сконцентрирован огромный потенциал отечественного релестроения. Компания, которая производит системы автоматики и автоматизации для электроэнергетики. Это очень современное и быстро развивающееся направление. Цифровые подстанции с использованием оборудования, которое производят чувашские компании, сегодня работают в разных уголках нашей страны. Я считаю, что у республики большой потенциал. У нас создан на территории республики электротехнический кластер, поэтому этот потенциал нужно реализовывать. В рамках форума пройдут круглые столы и конференции. Участники побывают на электротехнических предприятиях, познакомятся с потенциальными партнерами. В перспективе новые проекты и контракты. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.